всех приветствую на своем канале сегодня у нас пара историй которые закончились хорошо первая история о коле бархатове трехлетний коле бархатов пропал 13 августа 2019 года в тайге в большереченском районе омской области сюда он приехал на автомобиле вместе с семьей по данным сми родители собирали в тайге малину и смородину спустя некоторое время трехлетний коле заплакал и попросил отвезти его обратно в машину степан согласился но запретил сыну покидать салон родственники находились в 10 метрах от автомобиля когда через 15 минут они вернулись коле уже не было три часа они пытались отыскать ребенка сами а потом обратились в полицию в поисках коле бархатова за последние 48 часов участвовали от 400 до 600 человек по данным гу мвд по омской области площадь обследованного лесного массива превысила 50 квадратных километров в ходе поисков задействовали 80 единиц транспорта вездеход 2 квадрокоптера вертолет местные жители объезжали тайгу на лошадях в операции участвовали поисково-спасательные отряды лиза-алерт и доброспас сотрудники мчс мвд и росгвардии наряды газ автоинспекции круглосуточно дежурили на проселочных дорогах на случай если ребенок выйдет из леса днем 15 августа группа из шести человек двух волонтеров и четырех сотрудников омон обнаружила трехлетнего колю в 700 метрах от места где был разбит штаб поисковой операции именно там в день исчезновения стояла машина его родителей колю покусали комары он почти не мог шевелиться и говорить мальчик сидел по пояс в болоте и заплакал увидев взрослых а потом сказал хочу пить утром недалеко от места где позже обнаружат колю волонтеры заметили его кепку от этого места поисковые группы расходились лучами и звали мальчика но у него уже не было сил чтобы откликнуться когда колю принесли в штаб его встречали десятки людей они плакали и кричали ура закутанного в одеяло колю передали отцу степан бархатов не смог сдержать слез скорая помощь доставила колю бархатова в большереченскую центральную районную больницу первую помощь ребенку оказали еще в пути мальчик был дезориентирован врачи также диагностировали у мальчика сильное обезвоживание в машине скорой помощи в течение 40 минут состояние коля значительно улучшилось он поел попил воды и даже поговорил с врачами все жизненно важные функции у малыша сохранены как уточнили в региональном минздраве еще во время транспортировки коля начали проводить инфузионную терапию в связи с крайней степенью обезвоживания это позволило стабилизировать его состояние имеется короткое видео с места событий вторая история про дима пескова который потерялся и блуждал в лесу дима песков пропал утром в субботу 10 июня 2017 года семья отец мать и сын отдыхала с палаткой на берегу ревтинского водохранилища в свердловской области около девяти утра дима с папой пошли собрать дров но через четверть часа мальчик попросился обратно в лагерь который был буквально в нескольких метрах папа отпустил ребенка но когда вернулся к палатке не нашел его около часа родители сами ходили по лесу и искали диму потом позвонили спасателям к 12 часам на месте были силы мчс и полиции собралось около 300 человек подтянулись волонтеры из поисковых отрядов на второй день на помощь мчс росгвардии и полиции пришли сотни людей общее число тех кто искал диму составила 1200 человек над лесом летал вертолет на лодках осматривали берега водохранилище и реки каменки водолазы прочесывали дно неподалеку от того места где была палатка и спасатели и поисковики запускали различные дроны с обычными видеокамерами и с тепловизорами которые могли летать сравнительно низко над лесом по ночам мчс и полиция не рекомендовали добровольцам уходить в лес в этих местах водятся дикие звери в том числе медведи кроме того по ошибке в темноте можно было попасть под пулю браконьера но некоторые несмотря в том числе на прямой запрет продолжали прочесывать лес и ночью на второй день нашелся свежий след мальчика он вел в сторону от берега водохранилище и терялся на краю болота стало понятно что ребенок ушел от озера вглубь леса но отыскать его по горячим следам не удалось следственный комитет в это время допросил больше 50 человек был допрошен и отец димы андрей песков по его словам следователи рассматривали в том числе версию по которой он причастен к исчезновению сына только 14 июня утром спасателям удалось напасть на свежий след ребенка отпечатки ног остались после прошедшего накануне дождя а значит дима должен был быть где-то неподалеку через некоторое время лежавшего на земле без движения мальчика возле опоры лэп нашел один из волонтеров за димой прислали медицинский вертолет но после того как его осмотрели врачи в екатеринбург его повезли по земле на скорой а вертолет вернули на базу дима был сильно обезвожен искусом клещами у него переохлаждения он не мог говорить вот как его состояние описывала мама успели поговорить с ним нет все понимает испуган потому что он обезвоженный на похудевшие или вон в одеяле я не с надежностью срезали мне не не для этого еще раз благодарю большое спасибо все все волонтерам все кто остался а вы-то уже знаете этого мужчину который там нет мне никто ничего не показывал я не знаю я даже не знаю кто нашел где нашли так что поэтому всем еще огромное спасибо что все люди остались и со всего поселка с азбеста вообще все люди с сухого лога все все не безучастные а вы-то сами тоже участвовали да все это не искали ну да тоже мы искали все вот эти вот средние искали круглосуточно тоже не очень мало спали ничего не ели не место где нашли диму было в семи километрах от палатки рядом с которой он потерялся четырехлетний ребенок в легкой одежде и без еды провел в лесу больше четырех суток семья песковых живет небогато но неблагополучно ее назвать нельзя дима нормально развит физически в садике с ним нет никаких проблем поддержите ролик лайком а канал подпиской и будьте осторожны ролик лайком